А я больше в жизни ощущаю полнолуние. Вот полнолуние это вообще сразу. Сама нет. Мужчины? Я думаю, что да. Пусть эта ответственность ложится на его плечи. Тебе нужно прореветься. Включаешь и все. Какое-то недопонимание? Да. Ну это женские вот эти все истории. Даже не буду рассказывать. Манечка не выделили? Не-не-не. И вот ты стоишь как вкопанный. Это так себе ситуация, знаете ли. Друзья, всем огромный привет. Прямой эфир программы «Темы» начинается в эфире телеканала РУ-ТВ. Меня зовут Наталья Артемьева. И как и обещала, сегодня вас ждет эксклюзивное часовое интервью с очень красивой девушкой, которая является мамой, а еще и жгучей брюнеткой и, конечно же, талантливой певицей. Марина Брис, Мариночка, привет. Привет. Очень рада тебя видеть. Да, я тоже снова рада увидеться. Ты очень красиво выглядишь. Очень яркое платье. Спасибо. Я его, если честно, еще в гримерке заметила. Думаю, чье такое красивое. Долго выбирала наряд? Да, мое. Ну, это мы сшили. Специально? Да, это российский дизайнер. Можно даже сузить, сказать, что это удмуртский дизайнер. Да, и мы его сначала создали без всех вот этих вот украшений, а потом решили, что все-таки надо какую-то дать изюминку, нарядность, и вот немножечко доработали. Ты знаешь, что недавно начался ретроградный Меркурий. Хочу эту тему с тобой обсудить с точки зрения того, веришь ли ты в это, ощущаешь ли ты как-то это на себе? Мне кажется, что по большей части это психосоматика, такое самовнушение. Ты можешь оправдать какие-то свои маленькие неудачи, что вот что-то не получилось, но это все ретроградный Меркурий. Очень удобно, мне кажется. Но вот в моем окружении утверждают, что как будто бы в это время люди немножечко притормаживают. Ну, какая-то как будто бы есть, ну, не знаю, в сознании, может быть, какой-то... Короче, тормозят. Тормозят, да. Ну, а я больше в жизни ощущаю полнолуние. Вот полнолуние это вообще сразу. Что с тобой происходит? Ну, это напряжение, которое нужно контролировать в общении с людьми, в работе. Ты чувствуешь, что все остальные так же напрягаются. То есть вот искра и все. Раздражительность. Да, да, это вот день-два, но в пик полнолуния это прям четко ощущается. А что касается гороскопов, ты веришь в них, проверяешь совместимость, например? Совместимость не проверяю, но в гороскопы отчасти верю. Вообще у меня встреча моя с продюсером, она, можно сказать, благодаря этому и состоялась. Ну-ка, расскажи эту историю. Сейчас как бы побыстрее бы рассказать. Мне поступил звонок, и мой друг спросил, во сколько ты родилась. Я ответила, ни о чем не думаю, а потом оказывается, что вот Ольга Владимировна, мой продюсер, она искала солистку и хотела сразу натальную карту составить у астролога. Нужны точные данные, если ты понимаешь, о чем речь. Так вот, мой такой портрет, мои характеристики удовлетворили человека, и мы встретились. И потом уже дальше начали общаться, узнавать друг друга. Но вот в какой-то степени мне это помогло. Так что не верить в это нельзя. Супер яркие, сексуальные, если честно, образы. Поздравляем тебя с премьерой. Спасибо. Марин, расскажи, комфортно ли было работать в таком амплуа? Комфорта было немного. Зато честно. Да, нет, вообще образ нести было вполне... Ты знаешь, вот когда ты уловил эмоцию, вообще в любом исполнении, вокальном или актрис, да, то есть если ты чувствуешь это настроение, ты его транслируешь, и с этим нет проблем. В плане съемок были, конечно, неудобные моментики. Ты помнишь кадры под водой. Это потом... У нас была смена локации после этого. Я два часа ходила с краснющими глазами. То есть, да, мне сказали, ты не хмурься, но глаза не закрывай. Ну, то есть можешь глаза закрывать, да, как раз. Ну, пожалуйста, вот терпи, Марина, терпи. Ты должна быть милой, да, в воде? Да, ну, еще там были вот эти корсеты прекрасные. Это чистый пластик. То есть он там... Литой. Да, он литой. Сзади как-то закрепляется, не буду говорить как. Так, но это тоже не очень удобно. Ну, вот, кстати, по-моему, очень даже красиво. Очень красиво, наверняка нечем дышать. И по поводу, кстати, подводной съемки. Холодная ли была вода? Замерзли? Ты же обычно, я знаю, что на съемках она прохладная. Она вначале течет холодная, а потом мы дружно с девочками говорим, о, тепленькая пошла. И все, и расслабляемся. А кто тебе помогал Луки выбирать для клипа? У нас был стилист, и, в общем-то, не один. Было две или три примерки. То есть мы были в поиске этих образов. В таких образах я впервые. Да. Если вот кто был внимательный, увидел там такую большую у меня шляпу черную с такими весюльками. Да, да, да. Она была очень тяжелая. У меня, мне кажется, еще два дня болела голова от нее. Ну сколько, килограмм пять? Слушай, ну не меньше. Она прям тяжелая была. Это очень тяжело. И она при том, знаешь, она вот сюда у меня не попадала, а как бы вот у меня вот здесь синяк, мне кажется, один большой. То есть были какие-то вот эти моменты, где нужно было просто потерпеть. Но красота требует жертв, поэтому все ради творчества. Мне кажется, все неудобства однозначно оправданы. Спасибо. Песня такая, ты знаешь, о расставании, немножечко такой, о свободной, очень красивой и сильной женщине. Какие эмоции ты сейчас сама переживаешь? Вообще, вот видишь, тут такая ситуация, когда есть эмоции, есть чувства, есть страсть, но ты головой понимаешь, что нет будущего, вообще нет никакой перспективы. И песня об этом. То есть это действительно сильное решение. И тут нужно было себя показать сильной, дерзкой, решительной. У меня в жизни, ну, я в отношениях, да. Ты влюблена? Ну, можно, да, так сказать. В общем, я не знаю, что из этого всего получится, но это прикольно. Пока что меня ничего не напрягает, и это важно. Мы заметили, что ты часто надеваешь на сцену куда-то, в эфир, какие-то большие украшения, яркие, интересные. Это часть твоего образа, либо тебе нравится и на повседневной основе их надевать? Вообще, я очень люблю сережки. Если выбирать из всех украшений, вот я не очень люблю, когда что-то на руках и на шее. И сережки, мне кажется, это оптимально, это удобно, это всегда нарядно. То есть их сейчас огромное множество, и к любому наряду их можно подобрать. Ну, как-то, да, я в жизни ношу и на сцену, то есть очень люблю. А размер украшения зависит от того, на сцене ты или нет? Либо ты можешь в жизни тоже надеть какие-то объемные, массивные, красивые сережки? Нет, нет, нет. В жизни как раз что-то очень маленькое, аккуратненькое, может быть, там, поблескивать, но что-то, да, такое более удобное. Абсолютно с тобой согласна, я придерживаюсь той же позиции. По поводу стоимости хотела уточнить. Всегда ли это дорогие украшения или в бижутерию тоже носишь? Слушай, ну, я к бижутерии абсолютно хорошо отношусь. Сейчас есть качественная бижутерия, тоже множество разных стилей, каких-то покрытий. И, в общем, я нормально, на сцену можно. Есть, конечно, и из натуральных металлов, но всякое есть, в общем. Хорошо, а если тебе очень сильно понравилось дорогое украшение, которое идеально подойдет к определенному сценическому образу, вот оно делает изюминку этого образа, ты его приобретешь? Ну, как дорогое, вот какое дорогое? Ну, давай в твоем понимании дорогое. Вот дорогое, неприлично дорогое. Неприлично? Нет, неприлично дорогое не буду. Но украшение – это не ключевой момент в образе. Вообще артист – это вот должно все быть гармонично. И внешний вид, и внутренний, и энергия. То есть, от того, что у меня будет дорогая какая-то дорогое украшение, да, это ничего глобально не решит. То есть, что-то можно выбрать и поскромнее, но не менее красивое. Есть такое мнение, что кольца должен дарить только мужчина, особенно дорогие, особенно с бриллиантов. Ты согласна с этим мнением? Либо все-таки можешь сама себе приобрести какое-нибудь красивое колечко? Нет, сама нет. Мужчина? Я думаю, что да, пусть эта ответственность ложится на его плечи. Ну хорошо, а если это не обручальное кольцо, а просто, которое тебе понравилось? Просто колечко? Ну, конечно, можно. Ну, просто колечко какое-то, может быть, даже недорогое, сережки. Да, окей, можно купить. Но с бриллиантом – нет. Это уже все-таки мужчина пиздарит. Да. Я тебе желаю, чтобы каждый месяц, как минимум, у тебя было какое-то красивое украшение с бриллиантом. Напомни, пожалуйста, последний раз тебе твой любимый мужчина что дарил? Вот как раз-таки колечко и подарил, ты не поверишь. Да? Как мы попали к моей интуиции. У нас был такой разговор, он понимает, что я личность публичная, и мне нужно быть всегда на глазах у всех, да, то есть будет много внимания. Он пообещал, что не будет в это все лезть, не будет никаких там ревностей, истерик. Ну, ему это все не надо, он сказал, что давай колечко у тебя будет на руке. Все-таки колечко носи. Да, колечко носи, в общем-то, я подумала, что это неплохая такая договоренность. Ой, абсолютно согласна, у меня такая же договоренность. Да, такая же, ну все, это отлично. Хорошо, а ты мужчинам делаешь подарки, вот, допустим, там, любимый, можешь что-то сделать, дорогое что-то подарить, или сюрприз какой-то? Могу, конечно. Мне кажется, с мужчинами нужно прийти в магазин и вот вместе что-то выбрать. Есть, просто, знаете, разные мужчины, и не всем понравится то, что ты на свой вкус можешь выбрать. Поэтому, мне кажется, лучше прийти и вместе что-то ему купить, сделать приятное. Еще такой короткий вопрос. Что тебе больше нравится, дарить или получать подарки? Дарить. Друзья, наша с Мариной фотография уже появилась в социальных сетях телеканала РУ-ТВ, в нашей группе во Вконтакте и в Телеграм-канале. И там, и там, в комментариях под фотографией вы можете легко задать интересующий вас вопрос, адресованный Марине Бриз. А Марина в конце эфира постарается на них ответить честно. Да, Марин? Я очень постараюсь. Прямо сейчас у меня для тебя подготовлена рубрика. Она называется «Осенние развлечения». Я хотела бы обсудить с тобой, перечислить тебе пункты и услышать ответ. Сделала бы ты это или нет? Или, допустим, собираешься? Договорились? Такой блиц. Заняться поисками безупречного имбирного чая? Нет. Не любишь имбирный чай? Никогда бы не искала чай и не тратила бы на это время. Хорошо. Дальше поехали. Научиться готовить глинтвейн. Есть в твоем списке желаний на эту осень? Нет. 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 Выпить чашечку латте с соленой карамелью? Можно попробовать, да. Я, кстати, иногда экспериментирую. Иногда что-нибудь в кофе добавляю какой-то новый для себя. Сиропчик, да. Хорошо. Так этот пункт, значит, принимается. Отлично. Принимать горячую ванну со свечами и солью? Нет. Не любишь принимать ванну? Вообще не принимаю ванну. Хорошо. Испечь осеннее печенье. Могла бы? Ну, ради развлечения с ребенком, кстати, да. Мне кажется, ей будет очень интересно. Рада любит лепить, стряпать. Почему бы и нет? Попробовать горячий шоколад с маршмеллоу? Мне кажется, это очень сладко и очень калорийно. Нет. Ты следишь за фигурой, все-таки нет. Я слежу, да. С недавних пор, что-то как-то я себя стала все-таки сдерживать. Я считаю, зря у тебя прекрасные фигуры. Не нужно вообще себя сдерживать. Вот спрекотиться над этим работать. Устроить фотосессию с осенними листьями. О! Да, да. Контент никто не отменял. Да. Ждем фотографии тогда, Марина. Хорошо. Погулять под дождем? Ты знаешь, я живу в Питере. Мне иногда приходится гулять под дождем. Тем более, что у меня нет такой привычки носить с собой зонт. Вот это прям для меня какая-то проблема. И, ну, на машине ездишь, думаешь, ну, сейчас от машины добегу. Очень часто бывает, что добегаешь уже вся мокрая. Мокрая, да, да. Так что мы бегаем под дождем, танцуем под дождем, еще поем песни. Очень романтично, кстати. Еще укутавшись в плед, смотреть любимый фильм. Могла бы осенью заняться? Да. Мне кажется, вообще осенью нужно устраивать день такой, посвященный фильмам, просмотру фильмов. Вот это плед обязательно, тот же чай, можно имбирный. И включить даже те фильмы, которые ты уже смотрел, просто любимые для настроения. Мне кажется, это вот прям, это отдых. Вот для меня это отдых. Мне вот иногда никуда ехать не надо, просто побыть дома с фильмом, с чашкой вот этого чая, кофе, с вкусняшками. И это просто кайф. Да, и полное восстановление организма, и в эмоциональном плане тоже. А какой у тебя любимый фильм, Али? Любимый фильм? Вот который ты могла бы посмотреть как раз-таки вечером, с пледом, с кайфом. Слушай, я очень люблю фильм «Один плюс один». Хороший. Я люблю в новогодние праздники смотреть «Отпуск по обмену». Мне кажется, это лучший вообще романтичный фильм такой. Это всегда настроение. То есть сколько бы ты его ни смотрел, я всегда плачу, мне всегда так же хорошо. Вот эта вот атмосфера, она так передается четко. Я обожаю этот фильм. Абсолютно с тобой согласна. Девчонки, кто не смотрел, берите на заметку эти фильмы на осенние вечера. В гостях у нас по-прежнему очаровательная Марина Бриз. Марин, мы подготовили еще одну рубрику для тебя. Да ладно. Да, мы сегодня подготовились. Ты готова? Вау. Ну давай, посмотрим, что там у вас. Рубрика называется «Было или не было?». Тебе нужно ответить, было или не было. Если какой-то вопрос ты захочешь раскрыть и рассказать, почему не было или почему было, при каких обстоятельствах, в какой ситуации, то, пожалуйста, мы будем очень рады. Итак, покупала вещи в секонд-хенде? Нет, не доходило. Даже не знаю, где они. Не было такого, правда. Просто некоторые артисты сейчас именно там закупаются для каких-то своих образов, покупают необычные вещи. И это, знаешь, такое некое веяние моды. Слушай, я нормально к этому отношусь. Может быть, когда-нибудь. Да? Если что-то вдруг понадобится. Ну да, там всякое может быть. Ссорилась с близкой подругой. Было такое? Ссорилась, но дружба победила. Как-то мы... ненадолго у нас хватило. А из-за чего ссорились, если не секрет? Ой, ну... Какое-то недопонимание? Да. Ну, это женские вот эти все истории. Даже не буду рассказывать. Манечкой не выделили? Не-не-не-не-не. Ладно, хорошо. Разбивала посуду в гневе. Ой, я люблю. Да? Обожаю. Нет. Мне посуду жалко. У меня есть специальный набор, который подешевле, который можно бить. Платила сама за себя на свидании. Было ли у тебя такое? О, нет. Нет-нет. Даже рука к кошельку не тянулась. Мне кажется, это преступление. Хорошо. А как бы ты себя повела в ситуации, если тебе какой-то молодой человек на первом свидании предложил бы разделить счет или оплатить тебе? Что бы ты сделала? Ну, я бы на второе свидание точно не пошла. Этот бы оплатила и сказала бы до свидания, прощается, да? Да. Скорее всего, да. Правильно. Плакала под фильм. Бывает такое? Конечно. Ты что? Это любимое занятие. А какой фильм? Вообще, если слезы не текут, значит, фильм не очень. Смотреть не стоит остальным. Да. Ну, а какой фильм у тебя вызывает вот такие эмоции? У меня «Хатика». Ой, «Хатика» это вообще... Это если вот тебе нужно прореветься, включаешь и все. И на полгода хватит вообще. То есть ты настолько... Абсолютно согласна. Ты обнуляешься как будто после этого фильма. Обнуляешься, да, да. Еще. Падала на сцене. Слушай, я не падала, но каблук застревал. Знаешь, бывают разные площадки разного качества. И вот где-то между дощечек застревал пару раз каблук. Это очень неудобно, потому что ты не знаешь, как себя дальше вести. Ты замер на месте. Да. А еще у меня был коллектив. Я когда еще в Екатеринбурге училась, у нас было пять девочек. И мы постоянно там менялись. То есть мы танцевали, пели. Там всегда движ на сцене. И вот ты стоишь как вкопанный. Это так себе ситуация, знаете ли. Блокировала бывших в соцсетях. Ты вообще блокируешь людей? Вот если там с подругой поругалась, заблокируешь? Нет. Слушай, это такой момент. Для этого не нужно блокировать. То есть как-то если уж ты рассталась, если он бывший, то ему скорее всего, не знаю, ну, это же обоюдное, скорее всего, решение. Хотя не факт, конечно. Конечно. Ну, как-то интерес, если пропадает, то это взаимно, мне кажется, вот так. Это была бы взаимная отписка, наверное. Ну, да, отписка, да, это достаточно. Проезжала в метро свою станцию. Бывало ли такое? Да, бывала. Отвлекалась? Да, во времена моей ночной подработки. Когда ты с утра едешь, уже засыпаешь. Конечно, да. Парочку раз было. А кем подрабатывала, если не секрет? Не секрет. Я работала в караоке, да, пела, подпевала гостям, проводила даже какие-то мероприятия там. Ну, это было давно. Марина, а сейчас тебя можно встретить в метро? Ты бываешь там? Очень редко. Когда опаздываешь? Когда в центре все перекрывают, тогда да, я в метро. Но это редко. Безвыходная ситуация в таком случае. Да, да. А чувствовала ли ты когда-то себя неуверенно? Конечно. Слушай, это очень часто происходит. Ну, с каждым разом все увереннее-увереннее, да. Вот так же, например, на эфирах. Даже первый прямой эфир в соцсетях мне было очень сложно проводить. То есть это нужно нарабатывать, это практика. И, конечно, да, я очень переживала. Кстати, сейчас не меньше. Ой, это неправда. Ты прекрасно выглядишь. Ты уже абсолютно расслабилась. Еще есть один вопрос. Так, про лампочку. Спрашиваю. Вкручивала ли ты когда-то сама лампочку? Да. Ну, мне кажется, да. Ну, мне кажется, лампочку вкрутить не так сложно. Ну, мужчина не всегда бывает в этот момент рядом, а лампочка очень нужна. Поэтому это не такая физическая работа, чтобы не сделать это самой. Марин, пришло время вопросов от зрителей. Ты готова? Давай. В нашем телеграм-канале много зрителей оставили свои вопросы для Марины, но хочу задать такой вопрос. Делаешь ли ты зарядку по утрам? Да. Я делаю зарядку. Мне кажется, это вообще отличное начало дня, чтобы немножечко разогнать кровь по венам и взбодриться. То есть зарядка, контрастный душ, если еще принять, то просто день пройдет отлично. Да. Согласна. А как ты ухаживаешь за волосами и кожей? Может быть, пьешь какие-то витамины, либо любишь какие-то определенные процедуры? Расскажи нам поподробнее, пожалуйста. То есть пью витамины. Это разные биодобавки. Мне кажется, сейчас с нашим климатом и образом жизни это нужные такие моменты. Просто себя немножечко как-то вот этим как раз бодрить, что ли. Ничего сверхъестественного. Обычные какие-то процедуры. То есть пока что еще вывозим на молодости. А потом уже посмотрим, что будем делать дальше. Марин, у нас для тебя есть подарок от нашего партнера. Цветочки. Держи. Спасибо тебе большое, что пришла к нам. Кстати, когда тебе последний раз дарили цветы, помнишь? Так, помню, 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 не помню. После выступления тебе подсказывают. Да, после выступления точно, кстати. Марин, спасибо тебе большое за классное интервью, за то, что к нам пришла. Ждем тебя в гости еще раз. Друзья, это была программа «Тема». Меня зовут Наталья Артемьева. В гостях у нас была Марина Бриз. Очаровательно, очень красивая. Кто пропустил интервью, ищите его в наших социальных сетях. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!